Но я не знаю, как гитофон. Я себе включила видео. Ну и пусть будет, да? Смотрите, что вы делаете. Вам нужно иметь кукурузную муку, либо гречневая мука. Если нет кукурузной, а можно сделать гречневую, вы берёте обычную гречку, её на кофемолке, и вот вам мука. То есть мы имеем либо гречневая, либо кукурузная. Пол-литра молока, первое оливковое масло. И желательно, конечно, иметь ещё кокосовое масло. Если кокосового масла нет, можно заменить, ну, чем-то. Но кокосовое масло, ну, срабатывает очень круто, очень замечательно. Что вы делаете? Вы находите время, потому что на это нужно, как бы, ну, побольше времени. Ну, хотя бы часик. Что мы делаем? Мы идём в ванну. Если нет в ванны, например, если это у меня кабинет, то я прям в кабинете творю. Если нет, значит, всё равно я здесь в ванне делаю, а не дома, например. Но вы найдите времечко, где там что-то как-то у вас там. Заходите в душ. Первое. Берёте оливковое масло. Лучше работает оливковое масло. И оливковым маслом сколько пойдёт, ну, у кого 50 грамм, у кого-то больше, у кого-то меньше. То есть, в зависимости от. Купите самое такое приличное оливковое масло, потому что оно будет идти на наше тело. И оливковым маслечком сделайте так, чтобы тоже всё тёпленькое было. Потому что когда оно холодное, когда... Всё подогреть. Да, слушай, молоко. Особенно подогрейте молоко. Особенно молоко, да. И вы начинаете смазывать, начиная от кончиков, пальчиков, ногтей на ногах. И потихонечку начинаете наносить маслечко. То есть, такое впечатление, как будто вы берёте лопаточку и лопаточкой наносите. То есть, левая ножка, затем правая ножка, потом попа, потом пузик, потом спинка, потом грудь. И только потом ручки. После рук идёт уже голова и уже шею хорошо, ушки. Ну, заливать, конечно, туда не надо, но смазать вот это всё. Затем вы берёте муку. Либо кукурузная мука, ну, она продаётся. Либо гречневая, что понравится. И точно так же от кончиков ногтей на ногах. На масло сверху, да? На масло сверху. И получается так, как будто бы, знаете, муки нет. Есть только ваше тело, а муки нет. И опять начинаете. Левая, правая, попочка, пузичка, спиночка, грудочка, ручечки и шейка-головочка. Поняла. Затем берёте молочко. Молочко делайте тёплое. Это я вам сразу говорю. Тёплое молоко, видите? Потому что, притом, так хорошо подогрейте, чтобы было приятненько. Потом берёте молочко. И точно так же, как наливаете в ручечку, и опять, как будто лопаточкой, вы его вверх, вверх, вверх. Точно так же. Левая, правая, попка, животик, спинка, грудь, ручки, шейка, голова. Молоко у вас, например, осталось. Ну, почему-то осталось. То есть, вы его берёте и шарах на волосы полностью наливаете. Когда мукой проходим, мы волосы тоже мажем. Это всё побахнуло. Затем, это практика. Ну, можно, в принципе, постоять в ванной. Просто постоять в ванной. Ну, хотя бы 7 минут. Но практика показывает, не комфортно. Холодно будет. Да. У меня для этой цели, у меня есть специально махровая простынь. Я заворачиваю. Здесь у меня большая. Да, отлично. Заворачивайтесь махровой простыночкой, одеваете топулечки. Хотите, в ванной стойте. Хотите, выйдите на кухню. Ну, в зависимости от. И попейте чего-то тёпленького. Мне в это время нравится какао пить. Иногда мне хочется травяной чай. Иногда просто тёплую воду. То есть, вот слушайте себя, что вашему организму хочется. Что хочется. Иногда это было уже 23 часа, а мне захотелось кофе. Притом латы. Хочу. Потому что там молоко. А я вот люблю горячее молоко вечером пить. Вот мне нравится тоже. Попейте молочка, добавьте туда меда или чего-нибудь. И помурлыкайте, выпила чашечку молочка или там чего, какой-то жидкости. И пошла это всё смывать. Всё под душем смыла. Если знаете какие-то молитвы, вы можете проговорить молитвы. Если знаете какие-то мантры, проговорите мантры. Если знаете, там ещё чего-то, там какие-то заговоры, приговоры, заклинания, там или ещё там что-то, тарахтите себе на здоровье. Смыла это всё, волосы замотала и уже вытираемся. Но опять-таки вытираемся не вот так растираемся, да, как мы там слева направо, а просто промокните это всё. Промокните. Если всё прекрасно, всё хорошо, вы должны булочкой пахнуть. Прямо булочкой, булочкой просто, ну, хоть возьми и съешь. А бывает запах не булочки, а какой-то прокисший. Если запах неприятный, то повторите процедуру хотя бы через день. Потому что выходит какая-то вытягивается болячка. Что-то выходит, да. Ещё раз сделайте. И вот когда вы уже пахнете булочкой... Я, кстати, вот чувствовала запах. Вот у меня есть вот здесь какая-то штучка такая. Я его всё время, жировичок, наверное, я его всё время так... И вот мне не нравится вот этот кисловатый какой-то запах. Вот мне кажется, что... Это именно липома, она именно так кислым пахнет. Так кислопритерный, сладковатый какой-то кислый. Это обычная липома. Она безвредная, она без всяких там, это не онкологическая, это... У мамы моей была тоже вот здесь на груди, такая большая. Вот, он у меня такой маленький. Я говорю, ну, передаётся, наверное. Нет, есть просто выход, есть выход этому жировику. И слава тебе, Господи, плохо как-то нет этого выхода. Естественно, оно там бурлит в своём собственном соку. Вот, если опять-таки присутствует какой-то запах, вы, пожалуйста, ещё раз повторите. Вы должны пахнуть вкусной-вкусной булочкой. Да, прямо вот какой-то печенькой вот таким вот должны пахнуть, да? То есть, всё хорошо, всё замечательно берёте вы. Если есть кокосовое масло, вы мажетесь кокосовым. Сверху, да? Да. Вот это всё смыло? Вот, всё смыло. Вы уже сухонькая. Не сухая, а влажненькая такая. Вы наносите кокосовое маслечко. Ну, волосы, конечно, смотрите там как. Но в нашем магазине продаётся. Я даже видела в Еве. Но мне, например, его привозят из... Это натуральное, конечно, это, конечно, отличается от всего. Но мне нравится, очень классно. Вот, и можете с этим укладываться спать там, а там уже как хотите. И вы посмотрите, будет такое впечатление, как будто вы избавились, ну, от тонны две... Хлама какого-то, да? Да, вот, знаете, вот этой зашлакованности. А на самом деле мы намазали чем? Оливковым маслом, потом мука, потом молоко. Посидели, выпили чего-то тёпленького, смыли и нанесли кокосовое масло. Это, конечно, супер. Когда лучше делать? В какое время? Лучше, конечно, это пятница в день и в час Венеры. Пятница – это день Венеры, день красоты. Если женщина занимается сексом в пятницу, Венера её накажет. Накажет как угодно, болячками, какими-то, ну, чем угодно. Чем угодно Венера её накажет. Но если у мужчины есть секс в пятницу, она его вознаградит. Ну, мне интересно. Понимаете? Вот так. Несправедливо. Что говорит пятница? Пятница говорит, Венера говорит, а давай-ка ты займёшься своим телом, чтобы ты была красивая. И самое смешное, что до двадцати трёх часов вы должны заниматься в пятницу своим телом. То есть пусть это будет с двадцати одного до двадцати трёх. Или там какой-то вещь. Но до двадцати трёх часов заниматься сексом женщине категорически запрещается. То есть она её накажет. Накажет, понимаете, вот накажет. Мужчине наоборот. А мужчине наоборот, понимаете? Вот в пятницу, почему, знаете, вот они говорят, пятница пришла, развратница или как они там говорят? Развратница. Правильно, женщине будет плохо, а мужчине будет, иху, да? То есть вот таким вот образом. Но раз вы это услышали, значит вы уже умненькая. И ещё мудрее. Да, мудрее. А вы после двадцати трёх часов, пожалуйста, сколько вам? Да. Но до двадцати трёх часов. Не надо. Это просто пятница табу. Проверено. Мы даже делали специальную практику, как, ну я же занимаюсь метафизикой. И вот мы, вот кто женщины и девчонки занимаются в пятницу, у них то одно, то второе, то третье, то какие-то вопросы, какие-то проблемы. То есть какие-то проблемы вот маленькие, они раздуваются в большинстве. Из мухи слон просто. А кто вот держится до двадцати трёх часов, класс. Всё, будем. И стройненькие, и красивенькие, и глазочки, и все такие, ух, такое вот, знаете, как. Венеры. Ну, приятно посмотреть. Поэтому, знаете, как печалька, что нас этому никто не учит, понимаете? Да. А у нас кажется, что пятница, всё, и понеслась душа в рай, завтра выспался. Да. Нет. Пятница накажет. Соборо это занимает. Да, с собой. До двадцати трёх часов. А вот после вот этого всех процедур там, да, пожалуйста. Пахнет булочкой, да? Пахнет булочкой. Спасибо. Спасибо.